Можно сказать, насильно, и отправить их прямо в передовую Диню, на мясорубку. И поэтому среди убитых, вы, наверное, посмотрели по сводкам, что самая большая часть это Талыши. Талыши, Лизгины и так далее. Талыши, Лизгины, Таты и Дины, Лагыдзи и другие. А именно в армии, кроме того, что посылают на передовую, есть это разделение, да? То есть, Таталыши, Лизгинь. Там даже, знаете, в рядах, в рядах, которым служат Карабахи, на границе на передовую. Отчасти 70-80% это надсмерт. А 20-30%, которые составляют местные, так сказать, которые себя называют Курка. Составляют, они, ну, они не передовых линий, они в основном по счастью, там, повара, там, одежду выдавать, там, постельные билеты. Понятно. Не на границе. Вы сказали, насильственно забирают в армию. То есть, против их воли нет варианта отказаться, не пойти. Что будет им за это, если они не согласятся призываться на службу? Потому что, во-первых, их посадят в дюрьму, и, во-вторых, из-за него пострадает его весь в город. Вот смотрите, я сейчас нахожусь в Армении, моему отцу 92 года. Он там сейчас? Да. И его 92-летний мужчина, Старика, заставили отрекаться от него. Может, даже он и не соображает, что происходит. Он, да. Ну, Старика, это, да. А его заставили отрекаться от него. Как ваша семья в Армении себя чувствует? Очень хорошо. У нас прям... Мы приехали вечером, на следующий день прям жену положили в больницу. Так как уже в Армении знают, что она болеет онкологической болезнью. Сейчас врачи интенсивно работают и лечат.